Это как раз и показано, то есть те места, где они бывают, это и 600 метров под землей в соляных шахтах в Польше, там где величка шахты великолепные под Краковом, да, это и под водой там в Болгарии, это и в горах где-то в Крыму, они постоянно находясь на сборах, на соревнованиях, эти ребята, уже у них воспитывается такой вкус к интересной жизни, они уже учатся не только самой игре, они учатся жить красиво, жить. И это потом передается, ну я думаю, что уже и детям своим это передадут, потому что уже многие живут сейчас и за рубежом, и в Германии, и в Америке, и по всему миру, и поэтому так. Ну а что касается спортивных результатов, то разумеется это не просто вот кружок по интересам, да, это планово подходит, вот так как это звучит, может быть жестко планово, но на самом деле система это подводит к тому, что в этом году наши ребята практически не оставались без призов, ни в юниорском, ни в кадетском возрасте, во всех чемпионатах они были призерами. И когда наши две команды выступили системно уже в высшей лиге, и две команды разыграли между собой финал, то есть двумя составами они добились права участвовать в суперфинале, то есть это как бы первый этап предварительный. И вышли в суперфинал, как дебютанты суперфинала, там где собираются самые сильные команды, мэтры, такие профессионалы, которые получают уже... Да, Валюш, это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, это уже дети, которые уже выросли настоящих спортсменов, профессионалов. И стали подмитками. Команды Рюрича, они дети, но когда им по 22-20, они уже не дети, они... А я потом об этом скажу дополнительно. Но все равно дети. Конечно, дети. Я просто сделаю маленькую пазлу, Сережа Зверик. Значит, действительно, Сергей Николаевич 15-16 лет назад пришел и начал заниматься с детьми с нуля. Ну с нуля, да, он бетонщик не был развит в Николаеве. Которым 6 лет, 7 лет и так далее. И сегодня, благодаря его усилиям и его команде, небольшой команде, с которой он работает сегодня, эта команда стала результативной. Сегодня в каждом возрасте, в каждом возрасте есть сборники команды Украины. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Короче говоря, в каждом возрасте есть определенная школа. Есть уже создалась определенная школа, которая позволяет ему уже с поднятой головой, что есть вот дети, которые подросли, которые заслуживают внимания. Я думаю, что это очень фактор интересный. Продолжаю. И вот когда они вышли в эту Суперлигу, то там, встретив такую настоящую борьбу, ну у нас еще драматизм был в том, что, как я говорю, финансирование сейчас очень сложно. И когда мы хотим удержаться на трех китах или там на четырех, на семи, как это будет удобно, то не всегда это киты могут удержать это все. Иногда эти киты начинают, ну как бы, расплываться в разные стороны и спрашивать, кто больше даст и кто будет содержать эту команду. Потому что это действительно накладно, чтобы команда такая существовала. Но за последние 12 лет в Суперлиге не сыграла ни одна команда по игровым видам спорта, которая стала призерами Суперлиги. Игровые спорты, которые в области находятся. После баскетбола. После баскетбола, футбола, ручного мяча и так далее. То есть, в принципе, были бы достойны внимания эти ребята. И мы благодарны, что в этот период, когда мы проводили там этот чемпионат, постоянно интересовались нашими успехами. И директор ШВСМ Суслов звонил, и Титаренко, директор школы, и ректор университета Валерий Викторович Будак интересовался, звонил. И Александр Виталиевич Садовский, все областные руководители, они постоянно поддерживали такое внимание и к нашим проблемам, и озабоченность. Ну и, конечно, Роман Григорьевич, благодаря своей настойчивости, помог нам в первые буквально минуты, потому что получилось так, что мы приехали, и у нас не было возможности даже поселиться в гостинице, потому что не перевели деньги. И мы вынуждены были с колес пойти в спортзал. Такая изюминка получилась. Это что вы? Это где было? Это в Харькове. То есть вы приехали с командой в Харьков, да? Да, да, да. С колес прямо. Или запланирована была гостиница? Гостиница запланирована, но надо было расплатиться в гостинице, а таких денег не было. И вот благодаря усилиям Романа Григорьевича, который раз, он подал руку еще раз, и мы попали как раз, мы вынуждены были ехать в спортзал, и в спортзале мы встретились в первой своей игре уже с трехкратными призерами Кубка европейских чемпионов клубом «Метеор Днепропетровск». То есть это школа, это, ну, у нас четыре тренера в Николай, а у них 40 тренеров, 38 человек, да, 38 только в «Метеоре», ну, помимо «Метеора» из других школы. Вот, то есть достаточно серьезные конкуренты. И нам удалось их победить, вот так прямо, собравшись с колес, вот так поддержать победу 4-3. Да, в результате произошла такая интересная борьба, где равное количество команд набрали одинаковое количество побед и одинаковое количество поражений. Но нам поражение, тут вторая сторона такая, не очень интересная, где наши игроки играли уже против нас киевляне. Они переехали студентами в Киев, они здесь не нашли. Не нашли поддержки, и они уехали в Киев. Сейчас три года уже никто не уезжает. Ну, ситуация пока еще не выровнялась, мы все верим, что это будет к лучшему. Но эти киевляне, играя против нас вдвоем, наши же ученики, которые вот так же… Которых вырастили, да? Конечно. С детского сада, я помню, как он в полосатой футболочке, там, на отборе прыгал эстафеты спортивные. Вот теперь он уже взрослый человек, уже мужчина серьезный, он играет против наших же ребят. Вот, и он побеждает, и набирают они эти трещины. Ну, как это же ваши ученики. Это понятно. Но если бы они играли у нас, то у нас была бы не бронзовая медаль, а как минимум серебряная медаль. Или даже если бы они за Киев не играли. Жестокая правда, которую сам себе воспитал противников, соперников. Сам себе. Ну, потому что они там нашли понимание. В Киеве, в Днепропетровске, в Харькове. И многие дети сегодня его уже там находятся. Мы сегодня многих усиливаем. Я сейчас работаю уже в качестве помощника, ректора института. Делаю все возможное для того, чтобы сохранить этот коллектив, который сократить и умножить. Есть многие, сегодня мы с директором переговорили о том, что сегодня мы сделаем все необходимое для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для студентов, которые сейчас, чтобы они закреплялись там. И потом, в конечном итоге, я думаю, что мы сделаем это успешно. И продолжаем. Дело в том, что сейчас идет очень серьезная волна такая, смена. Вот эти старты, которые были, ребята наши уже играли в Голландии, Финляндии. И вот вернулись сейчас из Израиля. Перед этим суперкубок буквально в течение апреля. Это все вот в этом месяце все происходило. Стремительно все так, да? Да. События так развиваются, что растут новые звездочки. Я не хочу захвалить, никого называть, чтобы не навредить в этой ситуации. Да, да, да. Вы как лаунтенец знаете. Ну, я себе представляю, что они имеют сейчас достаточно высокий потенциал, значительно дальше от тех, которые были их предшественники. Они уходят в более фалансовые ребята. И спрос на них этих ребят очень высокий. И спрос, да. Но у нас, к сожалению, вот так как это было 16 лет назад, так как это президент нашей Федерации Юрий Федорович Романовский и Роман Григорьевич Чимченко поддерживали они на стадии становления. Они не поддерживали, они, собственно говоря, опекали по-отечески, заботливо со всех сторон. Вот так же сегодня в Морском университете только базируется. И я благодарен Александру Сергеевичу Яцунскому за то, что он один из первых откликнулся, когда мы тоже не имели никаких перспектив. И под угрозой срыва стояла вообще-то Суперлига. Он тоже смог проявить такую добрую волю и помог финансово в этом вопросе. Я всех хорошо помню, боюсь кого-то забыть, чтобы никто не обижался. На самом деле поддержка и моральная, и материальная, она принимается со всех сторон. Но во всех вузах у нас сегодня уже есть бадминтонисты, которые играют на хорошем уровне. И мы заинтересованы, чтобы развивался студенческий бадминтон. Потому что мы в прошлом году в это время должны были играть на чемпионате Европы среди студентов. То есть наша команда Института Сухомлинского, она добилась права, стала лучшей в Украине студенческой командой. Такое тоже было. И отпускать их просто куда-то, чтобы потом против своих же играть, конечно же, это неприятная история. Но оставить, и потом молчаливым укором, когда они тебе будут смотреть в глаза, зачем же мы остались? Я хочу еще добавить. Значит, надо отдать должное тому, что сегодня, в пользу тем, что я являюсь помощником ректору университета, у меня есть более широкая возможность общения с совершенно другими людьми. Совершенно. Особенно с людьми, которые сегодня науки и так далее. Мне очень приятно, что сегодня я вспоминаю тот случай, где-то лет 13-15 лет назад, когда последний раз был Николай Петрович Круглов губернатором. Я не помню точно год, но был момент такой, когда у нас тогда в фаворе была батут, прыжки в воду и так далее. Он, уходя, очередной раз, уходя в качестве уже министерства, министром, по-моему, был. Ну да, он ушел на повышение. На повышение. Но, уходя, я подошел к нему, и мы провели такую передачу, тоже такая передача была. Буквально в этот же день провели передачу, и он поддержал, подписал все те бумаги, задумки, которые были у нас до того. Значит, и надо дать тоже Николай Петрович, он очень внимательно к нашим проблемам отнесся, тем более, что были результаты, надо было поддерживать этот ход событий. Ну, а чемпионы пошли. Ну, и олимпийский чемпион Никитин и так далее, и так далее. Поэтому у нас сегодня наибольшее количество людей, которые сегодня претендуют, уже есть 7 лицензий на олимпийские игры. Уже есть 7 лицензий здесь, и сегодня появляется Казарин, который кандидат в олимпийскую сборную, но это уже усилие многих поколений детей, которые сегодня работают, становятся на хорошие рельсы и думают, что будет результат. Продолжать, Сережа, спасибо еще раз. Ну, Сергей Иванович, я поняла, что главная именно проблема, что даже не столько Вы успешно воспитываете мастеров, но главная проблема удержать их в своей… В создании условий, да. В одном матерской. Конечно, это есть проблема, потому что сейчас многие идут совершенно другим путем. Они не задумываются, как вырастить этого мастера, зачем тратить на него 10 лет, если можно в этот период, когда он… Перехватить. Когда он уже в ранге мастера спорта, предложить ему удобные условия, и люди соглашаются, они просто переходят, ищут там, где им удобно. Я поняла, что у нас как бы в спорте есть люди, которые растят мастеров, а есть люди потом, которые… Пользуются, работают, пользуются тем, что подготовлены. Так и есть. Дело в том, что мы не можем их обвинять, они хотят свою жизнь устроить, и они определяют ее сами, они переезжают, и мы остаемся в добрых отношениях. Одни в Донецке, другие в Харькове, третий в Киеве. У нас 8 мастеров спорта в Киеве находятся. То есть вот… Ну, в принципе, это нормально, когда ученики разъезжаются по всему свету от своего учителя и несут искорки этих знаний и побед везде. Это хорошая… В принципе, Сергей Петрович, в этом как бы ничего. Если глобально мысли, да, то мне не стыдно за результат своего труда. Вот, я понимаю, что просто сердце у вас болит, что не играют за сборную Николаева, правильно? Что вот мог бы… А вот есть все возможности для того, чтобы играли за сборную, даже на этом этапе. Для того, чтобы они играли, надо создать условия. Значит, вот мое назначение сегодня – помочь Сергею Николаевичу и университету, и городу, и области, для того, чтобы именно наши спортсмены, университетские, то ли НКИ, то ли Могилянка, чтобы давали необходимые условия для совершенствования. И вот, если это будет, значит, мы успехом… Это не только в бадминтаре. Да, это и все другие виды спортсмены. Да, конечно. Поэтому сегодня я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня Сергей Николаевич великолепный педагог, воспитатель. Вот он сказал о том, что историк по образованию. Он в душе бадминтарист, тренер, тренер, которому сегодня на Украине не много таких. В одних из наших наступных программ мы продолжим встречи с нашими цикавими співрозмовниками. Помещником ректора Миколаевского Державного педагогического университета имени Сухомлинского Романом Тимченко и главным тренером сборной команды области по бадминтону Сергеем Косинчиком. И дизнаемося, как историки перетворюются на талановитых тренеров и чему спортивные легионеры заважают патріотичным почуткам. Что день наступного нам готує? Почуємо зараз. З вами была Нетарашевська. На все добре. 30 квітня. Зосима. Ранковий туман віщує ясну погоду. Де багато пташок, там немає мурашок. 2 травня. Івана Старопечерника. Раннє травневе сонце, особливо парко. Поспішайте грітись. 5 травня. Луки. До весняного луки немає в хаці ані хліба, ані муки. 6 травня. Георгія Побуденосця. Юрій з теплом, а Ніколай з кормом.